Конечно. А представьте, как больно было Иисусу Христу, когда прибивали Его ножки и руки гвоздями. Вот такими огромными гвоздями, как Христо прибивали Иисуса Христа. Какую боль Он испытывал. И уже... Иисусом на Иисусу. Да, и Он страдал на кресте. Но как Он поступал? Он жаловался, что Ему больно? Ругал воинов, которые Его прибили? Как Вы думаете? Нет. Нет. Он говорил им, прости им, Отче Отцу Своему, не ведают, что творят. Не ведают, что творят. Потому что они не знают. И Он молился за тех, кто распял Его, кто причинил Ему такие боли и страдания. Вот такое было сердце у Него любящее, даже на кресте. Господь умер на кресте. Его тело было снято и отнесено в пещеру. В пещеру, где обычно погребали людей в то время. О, какой. Да. И вот его похоронили в пещере. Камень завалили, для того, чтобы никто не мог зайти туда. Обернули его в такую белую ткань, как обычно хоронили раньше. И на камне, которым завалили пещеру, поставили большую печать. Печать называлась Кустодия. Печать царская печать. То есть ставили эту печать. Если кто-то хотя бы дотронется до этой печати, того сразу казнят. Чтобы никто не мог войти в эту пещеру. Ну вот происходит какое чудесное событие. Рядом с Ним на кресте стояли Его помощники и друзья. Стояли те, кто был рядышком с Ним. Был его ученик любимый Иоанн Богослов. Были жены мироносицы, которые помогали ему. Приходят они и что они видят? Воины лежат, которые охраняли, лежат замертво около пещеры. От ужаса и страха они упали. Камень отвален от гроба. Как его отвалили, потому что он был очень тяжелый. Камень отвален. И свет из этой пещеры. Такой свет, которого еще раньше никто не видел никогда. И вот тогда... Даже светлее солнце? Конечно, даже светлее солнце. Поэтому иногда Иисус Христос сравнивается с солнцем. Солнце правды, говорят. Вот такой вот, даже ярче, чем солнце. И быстренько побежали туда жены мироносицы, с учениками сбежали, а там ангел на камне, на котором лежало тело. Ангел говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, он воскрес. Он воскрес. Он ожил. Он ожил. И тогда они увидели, что на гробе, где был камень, куда он был положен, лежит только одна пелена. А самого Иисуса Христа нет. Он воскрес. И тогда что закричали жены мироносицы? Как мы друг друга приветствуем? Они сказали, Христос воскрес! И отвечают, воистину воскрес! И вот об этом событии, воскресенье Христова, мы с вами как раз празднуем и говорим об этом в праздник Пасхи. Запомнили? Да. Я вам говорю, Христос воскресе! А вы мне отвечаете, воистину воскресе! Теперь вы меня приветствуете. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресенье Христово видишь и поклонимся Святому Господу Иисусу! Здравствуйте, ребята! А вы знаете, у нас недавно произошла очень странная история. Вот послушайте. Поля, ты такая грязная, что с тобой? Да я не люблю умываться. У тебя лицо грязное. Да я зубы тоже чистить не люблю. Даже руки мыть не люблю. У тебя гольфы разные. Да я не люблю тоже одеваться. Поль, ты, похоже, нагрязнули из моей додыра. Одеяло убежало, улетела в простынях. И подушка, как лягушка, вскакала от меня. Я за свечку. Свечка в печку. Я за книгу. Стой бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. А пуза-то от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что лучше случилось? Почему же все кругом? Завертело, закружилось. И помчалось колесом. Утюги за сапогами. Сапоги за пирогами. Пироги за утюгами. Кочерга за кушаком. Всевех птицы кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой и спальни кривоногий и хромой Выбегает умывальник и качает гора головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, У тебя такие руки, что сбежали, даже брюки, даже брюки, даже брюки Убежали от тебя. Рано утром, на рассвете, умываются мышата И котята, и утята, и ручки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули и остался. И сбежали, отгрызнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой дадыр. Умывальников начальник не мочал о команде. Если топну я ногой, позову своих солдат. В эту комнату допою умывальники влетят. И залают, и забоют, и ногами засучат. И тебе головомойку не умытому дадут. Прямо в мойку, прямо в мойку головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал. Короборос! И сейчас за щетки-щетки затрещали, как трещот. И давай его тереть, приговаривать. Моем, моем трубочиста. Чиста-чиста-чиста-чиста. Будет-будет трубочист. Чист-чист-чист-чист. Ты думала, подскочила и вцепилась в волосах. И юлила, и мылила, и кусала какоса. От бешеной мочалки я умчался, как от палки. А она за мной, за мной, по олени, по сеной. Я к таврическому саду перепрыгну через ограду. А она за ней умчится и кусает как умчится. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку, словно галку проглотил. А потом как зырщит. На меня. Как ногами застучит. На меня. Ходи-ка ты домой. Говорит. Да лицо свое умой. Говорит. А не так, как налечу. Говорит. Растопчу и проглочу. Говорит. А потом такое началось. Как пустился он по улице бежать. Прибежал он к умывальнику опять. Мылом, мылом. Умывался без конца. Смылываксу и чернил с неумытого лица. Тут великий умывальник. Знаменитый мой дадыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Подбежал ко мне танцуя и целую. Говорит. Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь тебя хвалю я. Наконец же ты, грязнуля, мой дадыру угодил. Надо-надо умываться. По утам и вечерам. А не чистым трубочистым. Сты-то-страм. Сты-то-страм. Давайте же мыться, плескаться. Купаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корите, в лохане. В реке, в ручейке, в океане. И в ванне. И в бане. Всегда. Всегда и везде. Вечная слава в воде. Вот такая вот история произошла с нашими ребятами. Теперь вы знаете, что надо умываться, чистить зубы и купаться. Чтоб вас было приятно видеть и слышать. Пока. Давайте же мыться, плескаться. Купаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корите, в лохане. В реке, в ручейке, в океане. И в бане, и в бане. Всегда и везде.